Привет! У меня классические слепые затесты от Марины, когда я думаю, что я буду носить ароматы 2-3 дня для того, чтобы тщательно вдуматься, всмотреться, разгадать. В итоге, в первый же вечер я уже вьюсь ужом, чтобы понять, что же это такое, что же это такое. На следующий день я стопудово уже записываю выпуск, потому что мне очень интересно знать, что же это за бренд, что же это за пирамида. Я все понимаю про пирамиды. Это главный, в общем, спортивный интерес в слепых затестах. Угадай-ка, какая нота там померещилась. И всем давно известно, кто в парф погруженный, что пирамиды абсолютно не означают, что именно эти ингредиенты в составе. Там, возможно, что-то присутствует, но также масса всего не указана в пирамиде, потому что ингредиентов бывает больше, чем 12, там условно 15 максимум, которые указаны на фрагрантике. И тем не менее, чем еще славятся слепые затесты от Марины? Кстати, я сегодня в Марионах. Это тоже парфбусы, учитывая, что моя давняя хотелка Supermaryon от Fakashima. Так вот, и вообще эти затесты, судя по всему, бусяшные, да? Там я в Янтарях, тут я в Марионах. Там это где? Там это в той части, которую я записывала вчера. Это часть, которую я записываю по совсем горячим следам. То есть вот первый занюх, как я люблю делать на слепых затестах, сначала будет вот первое впечатление, потом будет впечатление сегодняшнее уже от более вдумчивого разноса. Так вот, чем еще слепые затесты от Марины для меня лично обычно знаменуются? Тем, что это всегда что-то очень сложное. Как правило, ничего не угадываю. Даже каких-то нот, которые бывают заявлены в названии парфюма, я не слышу. Слышу туберозу там, где гордения, слышу ут там, где ветивер. В общем, подобный хаос. Я сегодня готова полностью к такому же разносу, потому что... Ну, разнос, ну, в смысле парф разноса, в смысле, что меня разнесет, и меня можно будет уволить из парфлюбителей, потому что я ничего опять не угадаю. Но что в этом хорошо? Как раз, наверное, то, что свобода восприятия без привязки к бренду, к ноте ведущей, которую ты стараешься вынюхать. Давайте сразу к первому аромату. Начнем с первого аромата. Вот что я подумала о нем в самый первый занюх. И зеленый, и удовый. Какой интересный. Очень-очень необычный. Блин, Марина, как я обожаю ваши слепые. Я каждый раз как перед головоломкой сижу. Мне мешает в нем зеленая нота. Может быть, она через час-другой летучится. Ну, я поэтому и пишу в два присеста. Мне это немножко напоминает Ажмаль Ансанс. Может быть, это ладно так сделаем. Тот для меня зеленый удовый, и этот тоже. Тут, понимаете, в чем особенность такого уда? Он вообще не какашечный, не теплый. Он шершавый. Он не то что кислый. Он очень травянистый. Может, это нют вообще, не знаю. Как будто по чульке пробегают. Очень интересный аромат. Прежде всего, он для меня зеленый. Наверное, скорее в маскулинную сторону. Мне очень нравится, я обносила. Светлый. Очень натуралистичный. И если он правда удовый, то это один из тех удов, которые сделаны для носки, а не для того, чтобы, нет-нет, подойти, сунуться под колпачок и шарахнуться. Очень такой, ну, для жизни аромат. Крутейший. Ну, это уд, точно, блин. Ну, должен быть уд. Если нет, то я думаю, что там может быть что-то вроде лаврушки, герани. Вот такая зелень. То есть, это не бергамоты, если говорить про цитрусы, какие-то сияющие. И не зелень типа розмарина или мяты, что-то такое лайтовое. Здесь зелень очень ядреная. Ладан, наверное, и есть такой. Вообще, очень похоже на... Я бы подозревала амуаж какой-нибудь. Скорее всего, это нет. Потому что, насколько я понимаю, Марина тоже не очень по новинкам амуажа. Но я бы могла подозревать, например, что это вполне могло бы встать в линейку опусов. Потому что мне кажется, что это зеленый уд. И зеленый уд для меня это опус номер семь. Хотя семерка намного серьезнее и тяжелее. Она кожаная, она очень тяжеловесная, такая резкая и дерзкая. Это гораздо спокойнее. Амброчка такая хорошая. Через сутки после разноса для меня впечатления в целом не поменялись. Но я немножко докрутила восприятие. Я теперь понимаю, что, возможно, это не уд такой. Возможно, это такой злой мускус. На излете аромат начинает все более и более пахнуть мускусом а-ля Мегамары. То есть очень много амбра дерева. И вот такой слегка, как это сказать, вот жидкость для снятия лака, слегка химозный мускус. Возможно, я ошибочно приняла его за уд. Возможно, это такой мускус. Но мне не кажется, что это вот что-то из того, что я знаю. Даже бренд я, скорее всего, не знаю. Сейчас прочитаю свои вчерашние заметки и сегодняшние. Очень громкий, очень надоедливый парфюм. Я сначала была очарована. Мне показалось, да, это мое. Я захочу флакон. Для меня вообще понятие зеленый уд, оно очень сложное. И эта группа маленькая в моей коллекции. Но, тем не менее, я ее люблю. Хотя она сложная, но я к ней присматриваюсь и стараюсь все-таки понять, как эта красота устроена. И вот этот аромат, безусловно, туда же в эту группу входит. Там у меня Ажмаль Инсенс. Там у меня Дурга, Диасен Дурга аромат Диэс. Там у меня Вирту от Бойс 1900, что-то там, 12, по-моему. И какой-то... А, и Семерка Опуса Фамуаш. Вот те немного, немножко зеленые уды. Вот то небольшое количество зеленых удов, которые у меня есть в коллекции, они все сложные ароматы. И вот этот туда же. Он очень свербящий, он очень навязчивый. То есть, и у него есть удивительные свойства. Я его назвала двуликость. Идея в том, что он в шлейфе, вполне дружелюбный. Он даже люксовый. То есть, приятное, зеленое. Чуть-чуть мыльный. То есть, есть там запах чистоты. Вот такое облачко за тобой. Но стоит приблизить нос к пятну. Благо, если носишь на шее. В общем, физически сложно до туда дотянуться ноздрями. Но в целом, ближе к телу он очень мускусный. Но это прямо на грани. И я поняла, что, к счастью, мне не нужно. Я с такими мускусами дружить не умею. Про двуликость я сказала. В нем очень много странной зелени. И я, размышляя, раскидывая мозгами, подумала, что это может быть такой чабрец. Или шалфей. То есть, вот это не характерная зелень. А может быть, это вообще такой мох. Может, это шибр. Мы как узнаем сейчас из конверта. Я еще думаю про зелень. Это, скорее всего, нагармота или кипарис. Вот про зеленые уды. Про те ароматы, которые я перечислила. Там как раз куду идет вот этот компонент. Нагармота. В шлейфе он более хвойный. На пятне он менее хвойный, более мускусный, как я сказала. А вот эта хвойная и зеленая его составляющая, мне кажется, должна быть герань. Там должна быть, вот написала я, сладкая роза, которая оттуда иногда проглядывает. Но это все очень-очень нишево. Вот, по-моему, все. Я сказала, что я надумала. А, еще знаете, что было удивительно? Я еще ношу на теле и ношу на синюху из диска сватного. И с диска вообще почему-то на начале мне показалась какая-то лакричная... А что это такое? У меня бликуют очки, что ли, как будто у меня снял под глазом. Вначале почему-то звучит какая-то холодок такой, как от лакричной конфетки. Или от микстуры типа... Ну, я не знаю, у меня все время в шорткатах Суприма Буронха в голове висит. Ну, вот какая-то такая чуть-чуть лекарственная холодящая нота. Больше про него сказать ничего не могу. Где ответ это? Очень сложный аромат, очень многогранный, интересный. И, ну, как мне кажется, в духе Марины, в плане сложности и какой-то просто супер хитровыдуманности. Мне интересно, что это. Очевидно, что это дорого. Ну, суммировать не буду, да? Мне кажется, я все сказала и вчера, и сегодня. Давайте посмотрим, что это. Что? Окей. Ну, я говорила, что это будет. Ладно. Я приятно удивлена. Я не думала, что у Бафорта есть такие вещи. Гарри я там не чувствую, пожалуй. От порха. Табака я там тоже не чувствую. Я на его предмет специально вынюхивала и думала, нет ли там табака. Кожи... Не знаю. Давайте снова нанесем. Даже справедливости ради. Я сегодня с утра уже в нем тоже отходила. Кожа. Ну, не знаю. Короче, все идет по плану. Ничего ни с чем не совпадает. Вот второй аромат, кстати, проще всех. Из первой пятерки там еще будет шесть во второй серии. Второй аромат мне показался невероятно дружественным, люксовым. А, я сначала первую часть покажу, как он мне услышался в начале. Давайте посмотрим. Это какая-то морковная очень история. Ну, хотя вот она скругляется и перестает так ирисовый. Вот этот вот ирисовая морковка опереть. Но остается все еще. Красивый. Мне пока не очень, но... Мне пока не очень, потому что я не понимаю главный... Ну, костяк вокруг чего. Мне кажется, это мягкая медовая амбра. Из цветов даже выделить ничего не могу. Может, какая-нибудь ромашечка. То есть здесь как будто нет, кроме ириса. Но я ирис здесь не слышу, как цветок. Я слышу морковь вареную. Все. Мед, мел легкий. Бумажность. Интересно. Но пока не могу ни за что зацепиться. Надо поносить. Второй аромат. И на следующий день. И в носке. И с ватного диска. Он все проодно. Он очень комфортный. Он очень тихий. Он очень нестойкий. Очень понятный. Я считаю, что это какой-то базовый сандалованильный товарищ. Может быть, какой-то гуаяк или палосанта. Такое очень мягкое, дружественное. Почти гурманское, круглое, мягкое дерево. Если там есть цветы. А у меня был опыт с ароматом Lemon Island от Atelier Cologne. Когда я слышу абсолютно бесформенную, приятную водицу. Уютная, приятная, позитивная. И ты как бы такой типа, а за что здесь зацепиться? Почему это положили в подборку? То есть должна же быть какая-то причина. Я так и не нашла. В случае с Lemon Island причина была в том, что Костя, автор, от той подборки, в них слышит в этих духах очень яркие, крутейшие лимоны. Я просто как ни напрягалась, ничего там лимонного не нашла. Вот здесь такое же. Он из диска, из руки. Вот что я с ним не делала, как я его не крутила. Ну, просто сандальный, уютный аромат. Я не знаю, что про него еще сказать. Посмотрю заметки вчерашние. Более люксовый, носибельный, очень тихий. Ванильный сандал, молочный, пуховый, снежный, замший. Вот, что еще не отметила. Кремовый. Вот он похож на отдушку крема для рук. Цветы, если там и есть, там, скорее всего, конечно, есть какой-то цветочный блок. То есть, вряд ли, он чисто древесный, там сандал кедр условный. Там, скорее всего, вот такая середина, достаточно безликая, типа жасмин и ланг, ирис, роза, что-то такое. Как бы никакой из этих цветов не выделяется на фоне. Просто очень мягкий, не сложно сочиненный, а сборный, вот такой букетик. Кэжуал, неглубокий аромат, да, неглубокий. И еще на старте, с диска первый раз я почувствовала, у него на старте появляется зелень, немножко похожая на шампаневский айр, например. То есть, это что-то немножечко, чуть-чуть, какая-то помидорная ботва, но она быстро улетучивается. То есть, зелени такой громогласной там нет вообще. Очень спокойный аромат. Понюхаю его еще раз. Ну, не знаю, он такой, мне кажется, зимний, на кашемир, с очень домашнее спокойное настроение. Не знаю, очень интересно, что Марину может в таких ароматах цеплять. Может быть, я что-то разгляжу в конце-то концов. Аромат номер два. Я до сих пор от первого не могу отойти. Да как так-то? Шок. Так, второй. Папион. Ангелик. Ирис, османтус, мимоза, чимпак, алибанум, кедр. Ну, не знаю, что сказать. Очень интересно, что у вас с ним, Марина. Обоснуйте, обоснуйте. Я не поняла. То есть, ну, тут явно что-то есть, чего я не вижу и не слышу. Ну, не может быть просто, типа, просто, ну, цветочный. Ну, ирис, ну, мимоза. То есть, я считаю, что я, ну, не то, что не угадала. Просто, я даже не знаю, что сказать. Это как белая простынь. Ну, то есть, вот она висит и такой, ну, она хлопковая, белая. Может, не хлопковая. Ну, вот она белая, висит, шевелится. Все. Не знаю. Очень интересно обоснование культурологическое и парфуманьячное. Третий аромат. Первое впечатление от него. Давайте посмотрим. Ой, боже. Это очень прикольно. Это мне относит к мужским винтажам, по которым у меня была заруба буквально недавно. Я говорю про свою любимую Burberry's for men, который 81-91 год. Вот 91 мой топ. И этот очень на него похож. Только тоньше. Ну, и это не винтажный. О, ут снова полез. Ну, это будет странно. Слушайте, мне уже как бы снова ут мерещится. Может быть, это меня глючит? Это проб деформация? Информация, потому что я на этой ноте много ей отдала. Намаженную другую руку. Может, там будет как-то играть иначе. Пока тоже не за что зацепиться. Как с вторым ароматом. Надо носить, чтобы понять, в чем здесь идея. Что автор хочет сказать? Тут есть какая-то лекарственная настойка наверху. Не могу понять, что это. Как будто... Блин, что это такое? Это не укроп сандальный. Снова, мне кажется, ирис пудровый. Вот эта бумажность. И как будто бы он совсем тоже юнисексовый. То есть он совсем не женский. Точно. Мне казалось... Я почему перенесла на другую руку? Мне казалось, что ирис с предыдущего аромата сюда прет. Но нет. Здесь тоже. Но здесь вот эта морковность, она больше... Она больше... Если здесь есть ирис, он больше бумажный, пудровый. Это такой, как будто пудровый мужской аромат странный. Очень странный аромат. Очень странная вещь. Ладно. Третий аромат у меня самый такой вот раздвоившийся. Изначально мне послышалось совсем не то, что я поняла потом. Я поняла потом, что это громогласная, мозг выносящая, пыльнейшая лаванда. То, что мне мерещилось раньше ирисом и морковностью, и бумажностью, это бумажность, это вот эта пыль лавандовая. Посмотрю свои заметки, что я про него пишу. Очень сухая лаванда, бумажный, меловой. Мне иногда еще, знаете, что там мерещится? Мне иногда там мерещится шафран. Как будто бы, вот это не минеральность, а йодовость, ну нет тоже. Ну то есть какая-то вот такая чуть-чуть кожаная йодистая присутствует история, но на самом деле это монолаванда практически. То есть я не удивлюсь, если там в названии есть лаванда. А сейчас выяснится, что не в названии, не в пирамиде, да? Давайте глянем. Не мой аромат. Я вообще подозреваю, что может быть это что-то старое, что-то какой-то старой сборки ароматов. Что уж очень он однополосный для современной ниши. Может это какой-то старый мужской фужер, не знаю, из люкса что-то. Что он очень одна, то есть одна нота там звучит. Лаванда, лаванда, лаванда. Слава богу, она хоть здесь есть. А, так это ранее джей. Ну окей. Странная лаванда для меня. Все-таки это нелюбимая нота, но бывает иногда она так хорошо соседствует с каким-нибудь богачеством вокруг этой ноты, что кажется, что вроде ничего. А это просто шарашит. Мне сложно с такими ароматами. И слава богу. Давайте посмотрим четвертый аромат. О, там вот четвертый и пятый сейчас будет. В общем, четвертый сразу же меня, по-моему, как-то размазал. Давайте посмотрим. Очень ностальгический аромат. Для меня он напоминает мне что-то из девяностых. Это, похоже, он пованивал сильнее всех. Это, знаете, это, возможно, такая резиновая кожа. Я подобную резиновую шапочку встречала в книже, аромат книжи Тен. Это очень шипровый, агрессивный, агрессивный шипровый аромат с кожей. Но вот там кожа для меня очень похожа на тальк на резиновой старой шапочке, грелке. И кружки эсмеха. Вот здесь подобная же кожа с амброй. Может быть, это так не кожа сделана, может, что-то другое так сделано. Для меня неносибельно именно потому, что я за эту ноту цепляюсь мозгом. И мне сразу напоминает книжи. Хотя я думаю, что если перестроить восприятие, например, на какой-нибудь блок более светлый, то будет поинтереснее. Пока мне не нравится. Вечером вчерашнего дня и сегодняшним утром я по-прежнему держусь за эту идею резиновой шапочки с кожей. Я рассмотрела там вот такую конструкцию. Она для меня похожа по устройству на очень сильно огрубленную и угромченную тосканскую кожу Тома Форда, черный шафран, Байреда. И туда же немножечко относится анхисенамон от Анима Мунди. Но в анхисенамоне есть мед сладость и малиновая часть как бы такая фруктово-ягодная, она более явная. Здесь сладости нет вообще. Здесь просто очень кожа такая просто, ну, дегтярная, горелая, резиновая дегтярная кожа с малиной, а-ля, я перечислила. Вообще без сладости не нравится. Именно потому, что кожу я не люблю. И особенно так сделанную прямолинейно. И что меня поразило в нем? Он с диска такая лапуся первые часа два. С кожи он сразу же начинает шарашить. Это, ну, понятно по первым вчерашним впечатлениям. С диска вообще ангел. Розочка болгарская, сладкая. Ну, часа через два он раскрылся. На коже он греется сразу и сразу показывает свой характер. Опаснейший аромат. Мне кажется, он должен быть мужским. Маркирован как мужской, потому что, ну, такая кожа, вот, опять же, не отказываюсь от идеи книжетен, про которую я вчера говорила, мне кажется, в применении к этому аромату, к четвертому, да. Там, где просто она ультимативная и безапелляционная. Она очень жесткая, она грубая. И ты, ну, извините, что я вообще вас надел. Хочется с ароматом говорить на вы, он достаточно агрессивный. Понюхаю еще раз, может, что-то сейчас вдруг резко. Ну, из флакона, кстати, вот, из флакона вообще не скажешь никогда, что нас там ждет. Из флакона просто лапусят тоже, ну, как бы, как из диска. На коже, ну, я бы не вывезла. В носке я бы не вывезла. У меня очень накоженные ноты обострен нюх. И когда вот особенно такие, они выкрученные и грубые, я умываю руки. Чайна Уайна Замата? Что? Это точно то, что... Ну, это же не может быть... Это же не может быть четвертый. Пудровый, древесный, цветочный, мускусный? Я схожу с ума? Этого не может быть. Вот это каждый раз. Я сейчас, если я не пленюсь при монтаже, я найду отрезки из предыдущих слепых затестов от Марины, где я ору просто каждый раз, что этого не может быть. Это бред. Я почитаю отзывы. Пудровый, цветочный. Он... Ну, это же жесткий кожак. Ну, вопасит мне. Ну, железно. Я эту песню отгадаю с первой же ноты. Удачи, сестра! Что? 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 Какой трэш! Да ну нет. Ну, Марин, ну, здесь везде какой-то розыгрыш. Я отказываюсь участвовать. Я ничего не понимаю. Меня низвергают. Меня низвергают. Как... Ура! Ну, давайте дальше. У меня уже сейчас сердце будет болеть. Боже. Марина, я... Я... Все. Вызывайте санитаров. Пятый аромат. Эх. Ну, у меня на него тоже рецензия. Однозначная. И мои впечатления не сильно поменялись с первых занюхов. Давайте посмотрим, как это было вчера. О-о-о! О-о-о! Сейчас надо прийти в себя после такого. Ну, это... Это корень зла. И такое, конечно, можно полюбить. Это канифоль. Это ладан. Не знаю, что за главная нота. Буду разнашивать. Очень интересно понять. Но это все... Это все похоже на... Это не парфюмерный парфюм. Очень прикольный. Мне так нравится, что нет цветов. Вот пять всех ароматов. Все пять ароматов. И нигде нет цветочного такого выпирающего блока. Меня всегда бы это... Я всегда из цветочного блока стараюсь выцепить какой-то цветок. Как будто вот самое главное поймать, какая здесь цветочная нота. Роза. Это же смин. Это или там... Ландыши. Это... Или это хризантема. А здесь вообще цветов нет нигде. Но это мне не помогает ориентироваться лучше. Но это гораздо интереснее. Это пахнет припоем. Это пахнет вот канифоли, я говорю, какими-то смолами. Такими промышленного характера. О, начинает развиваться. Я бы подозревала здесь, судя по легкой прополисной ноте, мне кажется, что здесь может быть все-таки тоже есть ут. Из всех... И газовость легкая появляется. Из всех сегодняшних ароматов... Мне кажется, что они все скорее в мужскую сторону. Вот два последних очень сильно. То есть я не к тому, что это такой мужицкий дедовской парфюм. Я к тому, что этот аромат вряд ли на нежную девушку сядет. То есть он такой очень остро характерный. Он требует бэкграунда парфюмерного. Вот этот стопудово. То есть этот из пятерки самый ядреный. Он самый странный. Очень-очень нишевый ниша. Я бы подозревала, как-нибудь олимпикоркиц. Вот в ту степь. Там, где ты вообще, ну, смотришь так со стороны, думаешь... Ладно. И, конечно, это аромат, который можно... Ой, имбирем. Имбирем запахло. Меном очень странный, очень переливающийся аромат. И я когда думаю, ну, вот я запишу дня через два, типа, я пока буду разнашивать эти затесты, я их запишу через несколько дней. Проблема с ними в том, что разнашивать ты себе хоть неделю, так невозможно же спокойно жить, пока ты не знаешь, что это. Ну, это очень интересно, это очень смело. Марин, если у вас флакон этого, мне очень интересно. Сегодня пятый аромат укрепил свои позиции. Он, правда, канифольный монстр. Что пишу? Припой, ну, собственно, канифоль, смолы, сбалансированный лимонной карамелью. В нем есть, он интересно играет, несмотря на то, что он, ну, очень нишевый и для меня практически неносибельный. То есть он сбивает с ног вот этой выраженной канифольной древесностью, даже скорее смолистостью, не древесностью. Здесь нет вот волокна древесного. Но у него иногда проскальзывает, я думаю, в шлейфе это особенно заметно, проскальзывает такая милая няшная часть, вот лимонная карамелька. То есть такая как сладенькая, спокойная штука. Но в целом это очень жесткое дерево и смола. Копченость потом начинает развиваться. То есть не то, что чернослив, но вот чувствуется горелая такая копченая деревяшка. И я была очень удивлена, что я в базе, спустя несколько часов, он стойкий, зараза, я в базе расслышала вообще бессмертник или лакрицу, опять же. Я их путаю иногда, то есть вот эта бальзамная, чуть-чуть лекарственная составляющая, они где-то вот для меня пересекаются, бессмертник с лакрицей. Я услышала это в базе и думаю, оу, ты так оседаешь, потому что канифольность, она ушла, но долго-долго сидит бессмертниковая база. Мне показалось, знаете, на что похоже? На Альфактив студию Вуди Муд. Он тоже очень деревянный, древесный, но он гораздо скромнее, гораздо тише. Этот просто крикун невероятный. И если проводить аналогию с Альфактив Сюрио, то здесь есть как будто тоже нота имбиря, ее довольно явно можно услышать. Это свежий спил срез имбиря, вот с этими торчащими волосами оттуда. Не маринованный, а именно свежий, такой очень пряный, и он украшает эту композицию, безусловно. Мне бы хотелось имбиря там побольше. Копченость, я сказала, лакричник-бессмертник. Вот. По-прежнему вангую какую-то супер-супер хитрую нишу. Мне кажется, я вчера про него говорила, что это какие-нибудь Олимпий Коркиц или что-то такое. Потому что я не встречала ничего подобного, и это вообще не коммерческая история. Ну, то есть... Это тоже папильон? Замша, мир... А я еще вообще говорила? Про что? Про древесность? Ну, бессмертник хотя бы есть, да? Я так понимаю, что это очень сложно добываемый аромат. И вообще бренд папильон мне неизвестен. Папильон он на испанский манер или папильон, я не знаю. Почитаю. Потому что оба аромата вызвали такое вот ощущение. Первый совсем безликий, а этот очень ликий. Надо посмотреть, что про него вообще пишут. Здорово ли это, нишево ли это. Ну, короче, вот, ну, я была уверена, что так и будет. Мне нужно главным образом переосмыслить Айрон Дюк. Ну, я просто... И Чайна Уайт. Да вы чё? Ну, короче... Пойду осмыслять.